Даешь удочку, газета труд. Даешь удочку. Квазиналоговая нагрузка особенно чувствительна для малого и среднего бизнеса. Фото. Globalocpress.com Александр Кеденис. Статья из номера 027 за 17 апреля 2015 года опубликована полночью 11-17 апреля 2015 года. Версия для печати отправят по почте. Бизнес настаивает на секвестрине налоговых поборов. Правительство рассматривает предложение отечественного бизнеса о заморозке или отмене на ближайшие 3 года 50 видов неналоговых платежей, взимаемых с предпринимателей. Фискальные послабления помогут прежде всего малому и среднему бизнесу. Редкий случай, они услышали друг друга. Дайте бизнесу дышать, и он не раздающее подаяние государство построит, а благополучную страну год за годом предлагает, требует и умаляет предпринимательское сообщество. И, похоже, крики и стрюмы услышаны. На заседании Госсовета президент Владимир Путин критиковал правительство за то, что в сфере бизнеса риски и преграды перевешивают стимулы и возможности, отсутствуют понятные, предсказуемые правила игры, а система поддержки недостаточно эффективна и доступна. Не помогают попытки улучшить деловой климат, системы грантов, микрозаймы, гарантии, кредиты на льготных условиях, расширение доступа к газзакупкам регулярно вводятся, но не работают. Старую притчу о двух способах накормить голодного на берегу озера, дать ему рыбу или удочку. В России переначали. Пришел на берег чиновник, забрал рыбу и переломал удочки. С годами только хуже становилось, говорила при обсуждении антикризисной программы правительства вице-президент Организации опора России Марина Блудин. На каждый шаг – разрешение, требования, подтверждения. Причем все это платное. Сегодня впервые в новейшей истории правительства взялось рассматривать обратный документ об отмене собственных решений власти различных уровней, по которым отечественные предприниматели обложены десятками дополнительных различных платежей, считающихся неналоговыми, то есть незанесенными в налоговый кодекс. Составлен этот документ по инициативе и при непосредственном участии бизнеса. Объем квазиналоговой нагрузки на бизнес сопоставим с налоговыми платежами, говорит член Президиума Генсовета Деловой России Сергей Фахреддинов. Особенно она чувствительна для малого и среднего бизнеса. В каждой отрасли и в каждом регионе действуют свои дополнительные поборы – страховые, экологические, утилизационные, регистрационные. Этих поборов, по разным оценкам, от 75 до 100. Предпринимательское сообщество предлагает отменить, заморозить или скорректировать 66 видов таких платежей, но Минэкономразвитие внесло в свой доклад пока 50. Большая часть платежей действующие, остальные разрабатываются. То есть молох поборов продолжает крутиться, несмотря на кризис. В докладе предлагается приостановить повышение платежей в страховые фонды. Вернут на уровень 2014 года дополнительные взносы в пенсионный фонд, связанные с вредными условиями труда, с нынешних 6 до 4%, для проработавших на работах с тяжелыми условиями труда и с 9 до 6%, для проработавших на опасных работах. По платежам в фонд обязательного медицинского страхования вернут прежний порядок их начисления, с доходов не выше 52 тысяч рублей в месяц. Есть и другие предложения, не облагать бизнес новыми поборами, которые неизвестно куда пойдут. К примеру, экологический сбор, на который даже нет нормативной базы, из более чем 20 правовых актов разработано не более 10 и не принято ни одного. Кроме того, пока нет условий для сбора, переработки и использования даже 10% отходов. То есть предприятия, по сути дела, будут штрафоваться за состояние экологии, не имея никаких шансов исправить ситуацию. Рассельхознадзор, ссылаясь на закон о карантине растений, требует обязательного проведения фумигационных мероприятий, то есть санитарного опрыскивания везде и всюду даже в случае отсутствия соответствующих видов заражения, приводит пример руководитель экспертного центра при бизнесом Буцменива Анастасия Алихнович. Кому это принесет пользу, кроме самого Рассельхознадзора и прикормленных фирмочек? Таких примеров десятки. Раньше федеральная власть игнорировала призывы обратить внимание на сборы, навести порядок и отменить лишнее. Сегодня всем понятно, что нагрузку на бизнес нужно снижать, помогая ему не только выстоять в трудный период, но и продолжать развитие, за счет импортозамещения и других программ господдержки. Но нельзя одной рукой давать, а другой немедленно отбирать. Рабочей группой примен к нам развития неналоговые платежи рассортированы на 4 группы с конкретными рекомендациями по каждой. Отменить платеж, заморозить на определенный срок, изменить нормативно-правовой документ с учетом предложения и оставить как есть. Будем надеяться, что совместными усилиями власти и бизнеса удастся подчинить сломанные удочки в российской экономике.